То есть количество предприятий, которые очень выгодна эта схема, и которые готовы принимать русскоговорящих работников без знания польского, оно растет. 2 января вывести на работу трезвых 200 человек. Классный вопрос, я на него отвечаю достаточно часто. Вот смотри, например, человек приехал в Польшу. Скажи, пожалуйста, кто его встречает? Как вообще все это происходит? Куда ему прилетать? Есть ли у вас какой-то офис, где вы его управляете? Конечно, смотри, все зависит от того, куда ему лететь будет понятно еще на этапе изготовления документов. Потому что предприятие, которое указывается в Воеводском, оно неизменно. Вот человеку сделали туда документы, он туда и едет работать. Все зависит от того, например, если это Млава, вот тот город, где ты снимал, то, скорее всего, человек прилетит в Варшаву. В Варшаве, как правило, от партнеров к нам приезжают группы людей. В Варшаве мы их координатор встретит. Это человек, который будет всю, весь путь, пока человек у нас будет работать, у него будет личный координатор, личный помощник, который его поселит, который будет отвечать за зарплату, за проживание, за любую помощь в ориентации во всем. Вот координатор, скорее всего, его встречает, привозит на жилье, потом человек приходит на офис, происходит оформление документов, уже конечное, когда человек подписывает договор с нами, как с польской фирмой, то есть вся эта история. И там буквально в течение недели человек уже выходит на работу. Я понял. Сейчас такой вопрос, есть ли у вас специальные документы, ну там лицензии и так далее. Конечно. Я понял. То есть когда к вам приезжает работник... Вы можете у нас это все запросить и разместить у себя, если вам нужно. Да, друзья, если вам нужна эта информация, у наших ребят в отделе продаж будут копии документов. Конечно, конечно. У всех наших партнеров они есть. Без лицензии мы бы не могли легально трудоустраивать. В Польше это лицензированная деятельность. Я понял. Ответим на вопросы, наверное, да? Да, давай, мне интересно. Позвольте, пожалуйста, какие там вопросы. Нам в этих странах очень удобно работать через партнеров. Мы работаем с Белоруссией, у нас нет там офиса. Но у нас там есть партнеры, у которых есть офисы, есть онлайн. То есть нам гораздо удобнее работать через партнеров в таких странах. Это первое и второе, наверное, уже есть, да, там как бы цель перейти на юридическое лицо. То есть когда вы работаете между юридическими лицами. Конечно. Чем когда там 150 заявок из них масса вопросов. Конечно, у нас же договора, у нас на подряде работает очень много партнеров. Несмотря на то, что у нас в Украине есть два офиса, у нас там больше 70 партнеров, которые нам ищут людей на вакансии. В Польше, чтобы вы получили рабочую визу в Польше категории D, нужен документ, который изготавливают УЖОНД. Это городской совет в Польше, да. И этот документ называется воеводским. Почему? Потому что воевода, это у них глава региона. Вот у них есть в Украине, это называется область, да. Вот руководитель вот этой области региона называется воеводой. И это приглашение дается из его подписи. Потому что исторически так сложилось, что оно называется воеводское. Для граждан шести стран, Украина, Беларусь, Молдова, там другое приглашение, оно изготавливается 7 рабочих дней. Для граждан не шести этих стран, только воевода дает разрешение на то, что именно этого человека, именно на эту вакансию, он согласен, чтобы ему дали рабочую визу. Классный вопрос, я на него отвечаю достаточно часто. Первый момент, если мы говорим о клиентах, да. Мы работаем 11 лет. За 11 лет вы не найдете ни одного человека, которому не заплатили хотя бы одну злотую. То есть вы точно найдете клиентов, которым не понравилось жилье. Вы точно найдете клиентов, которых там, не знаю, не устроили отношения с координатором. Но то, что не была выплачена заработная плата, таких людей за 11 лет вы не найдете. У нас буквально 2 месяца назад, и в принципе в Польше, в чем наша сила, да, в том, что месяц назад, полтора месяца назад обанкротилось предприятие, на котором у нас работало больше 40 человек. Нам не выплатили, как предприятию, заработную плату этих 40 человек почти за месяц. Но с людьми, благодаря нашим внутренним фондам, мы рассчитались. В Польше очень часто, ну не очень часто, бывает такое, что небольшие фирмы делают, «Сори, вот видите, с нами не рассчитались, мы не можем рассчитаться с вами». Мы очень крупные, мы 11 лет на рынке, для нас уже момент репутации, он сильно важен. Мы не можем уже сегодня закрыться тут, вот это название компании, вот это предприятие закрыть, а завтра в другом воеводстве открыть. Нет, ну у нас 11 филиалов, мы входим в десятку крупных компаний в Польше, в нашей сфере. Вопрос репутации, ну для нас гораздо важнее. У нас нет колл-центра, у нас нет менеджеров, которые могут обслуживать клиентов со Средней Азии. Ну, то есть их нет, потому наши менеджеры – это вот партнеры, как Илья, то есть только таким форматом. У нас другие в Украине, которые… Да, 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 то есть мы не можем всех охватить, я не знаю, мне надо штат только из тогда 200 человек только в отделе продаж. Не было вопросов. На самом… Говори. Да, я просто что хотела сказать, я очень понимаю природу людей, которые хотят напрямую, я тоже отношусь к тем, можно мне, пожалуйста, напрямую, но мы очень серьезные эксперты в получении визы в ближайшем зарубежье. Да, Россия, Беларусь, Украина, то есть мы в этом очень сильны, мы там работаем больше 10 лет. Но про процедуру получения визы в странах Средней Азии у нас нет такой высокой экспертности, а у партнеров она есть. Потому для нас гораздо выгоднее объединять наш опыт. Понятно. Ишти Директ, попадаете на отдел продаж, дальше отдел продаж с вами общается, выясняет, какие ваши намерения, и уже после этого вы попадаете к эксперту. Поэтому между экспертом и отделом продаж также есть координаторы и у нас, у нас этим занимается Оксана, которая собирает необходимый пакет документов с клиента для того, чтобы уже отправить его вам. Это колоссальный труд. Просто, ну, я даже сейчас, когда ко мне обращаются, там, в Инстаграм, еще куда-то, вот, пожалуйста, мы хотим сделать визу, я даже рекомендую больше партнеров, потому что, ну, получение визы в странах Средней Азии, оно достаточно хлопотное. Но я знаю, что там даже стать в очередь, это определенная история, в которой лучше иметь поддержку и сопровождение. Мы примерно такую картину, ну, вот то, что я знаю про ситуацию в Средней Азии, что-то похожее было в Украине, там, в 2014 году. Потому, ну, партнеры в этой ситуации, это, скорее, даже помощники и некая гарантия и поддержка. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот. В чем выгодно польской компании, допустим, взаимодействовать с вами? Почему они не дают, допустим, объявления, что требуется на работу, там, сотрудники? Ой, мы, это очень простая математика. Мы для них решаем HR-вопрос. Можешь объяснить, какой HR? Да, конечно. Например, та же Млава. Им нужно было 2 января, вот, 20-го года, чтобы мы вывели на работу 200, около 200 человек. То есть это, ну, что-то нереальное. 2 января вывезти на работу трезвых 200 человек. Да, с Украины, с России, с Белоруссии. И мы это сделали. То есть наша мощность, наш объем, там, в 12 офисов, в 200 партнеров нам позволило это сделать. Для них, чтобы этот объем сделать, им надо было держать свой отдел по подбору персонала из 20-30 человек. Это очень дорого для предприятия. Это очень хлопотно. Ну, например, чтобы к нам человек приехал с Украины, нам надо с ним проработать 2 месяца. И эту работу, 2 месяца коммуникации с ними, мы забираем у польского предприятия, говорим, мы за вас все сделаем, к вам на порог придет уже готовый человек работать. Точно так же, почему нам классно работать с такими партнерами, как вы. Потому что мы уже получаем человека, который готов работать у нас минимум 1 год в визе, которую он получит по воеводскому приглашению. То есть каждый должен заниматься своим делом, каждый должен выстраивать свою систему. Да, и я тебе что скажу. Еще 3 года назад около 20% предприятий Польши принимали русскоговорящих работников и работали с такими компаниями, как мы. Сейчас этот процент около 50%. То есть количество предприятий, которые очень выгодна эта схема и которые готовы принимать русскоговорящих работников без знания польского, оно растет. И рынок в Польше еще растущий. И в принципе, почему нам интересна Средняя Азия? Потому что, во-первых, это вероятность того, что человек приедет и будет работать год по воеводской визе. И во-вторых, рынок Украины, он не резиновый. То есть там есть определенный стеклянный потолок и нам нужно расширять другие рынки. Я понял. Кстати, я слышал, что в Казахстане хотят сделать тоже, упростить, так же, как для Украины. Дай бог, мы будем только рады. Но официальных источников, с официальных источников мы еще не получали эту информацию. Так что ребята из Казахстана часто пишут в комментариях, что коронами хотят тоже упростить, сделать. Но это логично. Мы в Украине имеем абсолютно прозрачную, качественную, очень легкую схему получения визы. Но так же в Москве. То есть при каждом посольстве есть визовый центр. Да. Официальный визовый центр, который координирует, кстати, находится на Каширском шоссе, который координирует 30-40 посольств. До встречи в Польше. Да, я вас жду. Я жду от вас новые предприятия, новые фабрики, заводы. Я к вам приеду. Это будет где-то 10-15 февраля, да? Да, ты узнай у ребят, может им еще интересно, потому что ты снимал уже только жизнь. Да. Может сами наши офисы снять, где сидят те же координаторы, те же менеджеры по подбору вакансий. То есть может сами офисы, куда человек приезжает. Мы общались с Яной, координатором. Да, да, но мы не снимали офисы, куда человек попадает. Кстати, у меня есть интервью с Яной, как раз тоже, оно у нас скоро появится в Instagram TV, на YouTube. В общем, у меня еще там 3 или 4 ролика. Да, это персональный координатор, который занимается организацией жизни работника, весь путь, сколько он у нас работает. Итак, друзья, заканчиваем. Вот, у тебя в аэропорт. Да, желательно было бы улететь. Всем спасибо. И будем выходить. Да, пишите вопросы. Спасибо, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok